Смотрите, пляж отеля Ланисера. Здесь три отеля. Ланисера Вёрд, Ланисера Ресорт и приходит Ланисера Премиум. У них немножко другие полотенца. Вот. Посмотрите, какое количество лежаков, как плотно они стоят. Это ужас. Ужас. Да, не позавидуешь. А пляжная полоса довольно узкая. Вот лежат шезлонги раз, два, три, четыре, четыре ряда. И вот такая узенькая дорожка ходить к морю. Да. Пляж – это их слабое место. А самое сильное место – это питание Ланисера. Конечно, здесь на каждом углу тебя поджидает какое-нибудь кафе, закусочное, снеки, бары. Пекут, жарят, парят, готовят, наливают. Вот. А пляж здесь, посмотрите, какой-то... Я уже вчера снимала какую-то зелёно-коричневая вода. Посмотрите, звук на людей. И тут довольно мелко. Единственное, что здесь нет водорослей, как в Анапе, и нет кишечной инфекции, как в Анапе. А так отдалённо напоминает, конечно, Анапу, где как близко здесь, в Голд Айленд. Но туда не пускают даже близко к тем лежакам. Сегодня и там много людей, на пляже Голд Айленда. Да. Я вчера не купалась в этой водице. И сегодня никакого желания нет сюда заходить. Завтра уже буду на своём пляже. В Аске или Вантике. И уже там покупаемся. Там можно целый день плавать в своё удовольствие. Людей там минимально. Десячек на пляже. А тут что? Даже не пересчитаешь всех. И главное, нет кул. Кто не плывёт далеко? Даже возле Буйков немного людей. Все вот так вот зайдут по грудь и болтаются на такой глубине. Нет, мне это совсем не нравится. Я бы, если здесь проживала, тут всё нормально. Я бы ходила в ту сторону на пляже. Но вчера я парню предложила. Он как-то критично к этому отнёсся. Критически. Но ну... Дело добровольное. Дело добровольное. Ассар! Дело бить, помню. Продолжение следует...